Закон об инвестиционной деятельности позволил всем, что было очень важно, не только организациям, но и физическим лицам, свои свободные денежные средства вовлекать в оборот, то есть передавать их с тем, чтобы потом они вернулись обратно. И сам закон говорит, что это инвестирование, это вложение средств своих, оно осуществляется с целью получения дохода, с одной стороны, и с другой стороны, решения каких-то важных социальных задач. В развитии этого закона появился закон об инвестиционных фондах. И вот вы правильно говорили о том, что на сегодняшний момент мы очень много знаем о всевозможных паевых инвестиционных фондах, котировки паев публикуются, мы видим хорошую доходность, которую эти паи показывают. Но в этом же законе речь идет, наверное, наполовину закон состоит из описания паевых фондов, и наполовину он состоит из описания акционерных инвестиционных фондов. Так вот, сама форма инвестиционных акционерных фондов, она как-то пока не прижилась. Хотя в то же время это является некой формой инвестирования, формой привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. На мой взгляд, почему не прижилась? Потому что, если в паевом фонде все понятно, ты заплатил деньги и ни о чем у тебя головы не болит, то степень риска в акционерном фонде выше. Потому что там не надо не только деньги вложить, как в любое акционерное общество, но там надо этим акционерным обществом еще и управлять. И во многом зависит успешность твоих инвестиций от твоих же самостоятельных действий, направленных на повышение капитализации этого фонда. И это требует дополнительных усилий. А у нас в стране не все хотят дополнительные усилия эти прикладывать. Проще, когда ты просто отдал деньги в банк и через год получил по депозиту свои положенные тебе 6-8 или 10% в зависимости от того, какие условия банка. А поэтому и не прижились. Поэтому, наверное, на сегодняшний момент, как говорят, не более десятка этих акционерных инвестиционных фондов существует в России. И все они как-то там существуют сами по себе, информации публичной об деятельности этих фондов нет. Но если посмотреть на страницах интернета, то информацию о них можно встретить, но она такая очень общая и ничего конкретного. Москва же понимает, что акционерный инвестиционный фонд это некий инструмент. Инструмент, с помощью которого можно, с одной стороны, и Москва готова управлять, то есть прикладывать свои интеллектуальные, физические силы для того, чтобы повышать капитализацию. С другой стороны, это хороший инструмент для того, чтобы консолидировать, объединить имеющиеся у Москвы низкодоходные пакеты акций, как они это сейчас называют. Ну, в смысле, как Москва это называет. И это слово применено в постановлении правительства, в соответствии с которым акционерные инвестиционные фонды создаются и были созданы. Москва предусмотрела создание, правительство Москвы предусмотрело создание пяти акционерных инвестиционных фондов. И первый инвестиционный фонд, который был создан, это был, если правильно и полностью назвать, открытое акционерное общество, акционерный инвестиционный фонд акций «Московская аптека». Этот фонд был создан в прошлом году, в августе этого года исполнился год с момента создания и существования этого фонда, и при создании этого фонда Москва осуществила приватизацию 90 пакетов акций акционерных обществ аптечного сектора экономики «Московского». В Москве ранее принадлежали пакеты акций в аптеках, и вот эти пакеты были 25%, чуть меньше 25%, чуть больше 25%, но особенно большого дохода Москве они не приносили. При этом отвлекали очень большие существенные силы для того, чтобы обслуживать эти пакеты, потому что пакет акций, это всем известно, он требует определенных усилий, надо ходить на собрания, надо работать в советах директоров аптек, надо отслеживать деятельность общества, потому что если акционер, то безусловно, должен интересоваться, чем живет общество. Ну и надо отследить, чтобы и почитающиеся тебе дивиденды своевременные поступили в казну города. Так вот, Москва посчитала, что отвлечение вот этих сил, которое происходило, оно не соизмеримо тем доходом, который эти акции принесли. И посчитав так, Москва приняла решение консолидировать эти пакеты в рамках одного фонда. В этот фонд назначить, как это положено, управляющую компанию, назначить туда единоличный исполнительный орган и предоставить коммерческим организациям управлять этим акционерным фондом. 100% акций этого акционерного общества, акционерного общества фонда акций Московская аптека, размещены в городе Москве. То есть абсолютным собственником этого акционерного общества является город Москва в лице департамента имущества города Москвы. Закон о приватизации, он говорит о том, что все имущество, которое принадлежит государству или субъекту Российской Федерации, оно не может отчуждаться никаким иным образом, кроме как через приватизацию. То есть все пакеты акций, которые принадлежали ранее Москве этих аптек, они были включены в план приватизации и после чего приватизированы. А способ приватизации был путем внесения их в оплату уставного капитала вновь создаваемого акционерного общества. То есть их приватизация, то есть отчуждение передачи в частные руки произошла путем их передачи в оплату уставного капитала акционерного инвестиционного фонда акций Московская аптека. Акционерный инвестиционный фонд, он частный фонд, он коммерческая организация. То есть он принадлежит? На 100% принадлежит городу, но сам по себе он абсолютно коммерческий, да, но он абсолютно коммерческая организация. Вот в смысле гражданского кодекса, гражданский кодекс говорит о том, что у нас бывают коммерческие организации и некоммерческие организации, там союзы, фонды, ассоциации и так далее, это некоммерческие организации, а все остальное это коммерческие организации. ГУП, например, да, унитарное предприятие, это коммерческая организация, несмотря на то, что он полностью принадлежит там либо Российской Федерации, либо субъекту. Так же точно и здесь, это абсолютно коммерческая организация, акционерный инвестиционный фонд, но на 100% он принадлежит городу, 100% акций принадлежит городу Москве. Субтитры создавал DimaTorzok